Продолжение следует... 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 Это от одного ангстрема, ну и вообще говоря, там, скажем, до полутора тысяч ангстрем. Вот та область, по которой у меня есть данные и которой я буду касаться. Наверное, история наблюдений Солнца вообще начинается с тех пор, как только появился первый инструмент для его наблюдения. Это около 400 лет тому назад, благодаря изобретенной Галилеем подзорной трубе. Это прототип фактически современного телескопа, оптического телескопа. И вот с тех пор инструменты наблюдения, они очень сильно меняются, причем, как правило, это происходит скачком. И эти скачки связаны с технологическими достижениями. Я потом тоже постараюсь как-то это продемонстрировать, или я думаю, что вы это увидите. Здесь вот просто представлены целый ряд изображений. Я потом более подробно и в более крупном масштабе их комментирую. Ну вот, скажем, первое изображение. Это как раз то, что можно увидеть даже в подзорную трубу хорошую, или в солнечный телескоп. Затем это тоже в оптических лучах, это просто магнитограммы. Это немножко, так сказать, специфическое измерение. А потом идет серия изображений, которые уже получены в ультрафиолетовых, вот в верхней картинке. Вот это в рентгенских лучах. Среди проблемы состоит в том, что в книжках по солнечной астрономии, рассчитанных на непрофессионала, всегда начинают с того, что предупреждают, что не смотрите на Солнце в телескоп. Что понятно, что даже просто невооруженному глазом смотреть на Солнце достаточно опасно. Если вы смотрите через телескоп, который собирает больше света пропорционально диаметру объектива, то вы можете остаться без глаз. Поэтому, если вы хотите смотреть на Солнце в телескоп, то вам нужен либо специальный профессиональный светофильтр, который ослабит свет Солнца в достаточной степени, либо вы можете взять даже простенький телескоп без всяких светофильтров и его расфокусировать. Расфокусировать так, чтобы он работал как очень длиннофокусный объектив и спроецировать изображение просто на лист бумаги. И этого достаточно хотя бы для того, чтобы посмотреть достаточно крупные солнечные пятна. И тут уже все полностью безопасно. Тогда вы глазом в окуляр не лезете. То есть это, конечно, немножко в сторону, но... На всякий случай я посчитал нужным... Хотя я забыл сказать, что в это воскресенье было 4 октября, очередная годовщина, первый успех. Так что сегодняшний доклад в этом плане не случай. Ну да, это просто даже не случай. Ну, конечно, теперь в настоящее время профессионалы, они, собственно, не смотрят глазом. То есть визуальное наблюдение, оно требуется, может быть, только для настройки. А используется уже... Здесь фотографии. Понятно. Но это в этой очереди... Конечно, в этой очереди... Вот. Значит... Но... То, что мы... Вот можем видеть телескоп, это то, что называется диском Солнца. Это диск, как амблёрган окружностью, который называется лимбом. А то, что за лимбом, мы не видим по той причине, что свет, излучаемый этой частью, которая уже представляет из себя атмосферу Солнца, он, примерно, в миллион раз слабее, чем интенсивность на диске. Ну, и, естественно, глаз аккомодируется таким образом, что вот он видит диск, но не видит солнечную атмосферу. Ну, а, так сказать, внутрь мы непосредственно не можем видеть, потому что оптическое излучение, оно исходит только от поверхности Солнца. Вот, сразу за этой границей существует тонкий слой, который, вообще говоря, тоже причисляют к атмосфере, хотя, так сказать, граница, ну, лежит, как бы, за этим слой. Его называют фотосферой. Это очень тоненький слой. Ну, он всего, порядка, 350 километров, что в масштабах Солнца это, можно сказать, совсем ничтожная величина, так сказать, толщина папиросной бумаги. Почему? Потому что сам диаметр Солнца представляет из себя 150 миллионов километров. Вы простите, приблизительно полтора, ну, там, 1-4... 150 миллионов это расстояние. Полтора миллиона километров, что составляет, действительно, примерно 1 сотую от расстояния до Солнца. Значит, таким образом, если мы пересчитаем правильно, то мы убедимся в том, что этот диаметр составляет примерно полградуса, около 30 угловых минут. Ну, радиус, соответственно, около 15 угловых минут. Одна секунда дуги составляет примерно около 700, чуть больше 700 километров. Таким образом, вот размер фотосферы это половина секунды угловой дуги, которую мы наблюдали. Сразу за вот этой поверхностью, за фотосферой, вот эта солнечная атмосфера делится тоже на несколько слайдов. Первый ближайший слой, так традиционно сложилось, не случайно, это связано с наблюдениями время затмений, называется хромосферой. Когда происходит естественное затмение, что-то не сказал, с помощью Луны, потому что мы пользуемся искусственной Луной, поэтому мы говорим и пишем с помощью Луны, Луной, когда закрывается полностью или частичный диск, то вот эта полосочка, она как бы играет разными, короткое время играет разными цветами, называется хромосфера. Ее протяженность приблизительно 10 тысяч километров, что, в общем, тоже совсем немного масштаба Солнца. Вслед за этим начинается фактически то, что называется солнечная корона. Ее можно наблюдать только в оптическом диапазоне, только если мы закроем солнечный диск, либо, значит, он будет закрыт естественным образом, либо мы закроем их искусственной Луной. Вот здесь, скажем, пример естественного затмения, а вот это уже эксперимент, выполненный, правда, на борту спутника, хотя это и то, и другое, это оптическое, видимое излучение. Но с борта спутника даже видимое излучение иногда имеет смысл наблюдать, хотя его можно вполне наблюдать из Земли, просто потому, что там уже очень чистая, так сказать, среда вокруг. Ну и по целому ряд других. Вот этот вот черный диск, вот этот черный диск, да, это искусственная Луна, которая много больше размера, вот этой белой полосочки, которая есть лимб, солнечный лимб. То есть тут около двух радиус, фактически лишний диаметр еще закрыт. Около двух диаметров закрыт. Но я потом подробнее все это расскажу, покажу. Сперва, ну, такой немножко винегрет по поводу самых общих вещей, а потом я буду двигаться уже более целенаправленно. Так вот, эта корона, она фактически начинается от Солнца и занимает все околосолнечное пространство, так называемая гелиосфера. Мы, вот наша Земля и другие планеты, они находятся в этой гелиосфере. Более того, эта корона, она не просто, знаете, такое, какое-то такое спокойное, как раньше думали, совсем недавно, состояние плазмы. Это довольно активное и сложное по своей структуре образование. То есть Земля летает внутри атмосферы Солнца? Земля фактически погружена в Солнечную корону и обдувается Солнечным ветром. А Солнечный ветер есть в каком-то смысле часть вот этой Солнечной короны и представляет из себя довольно сложное явление. Это ко всей Солнечной системе можно относиться или нет? По всей Солнечной системе, по всей Солнечной системе. Ну, строго говоря, естественно, с расстоянием от Солнца или центра Солнца плотность вот этой плазмы, которая связана с Солнцем, а ветер он дует от Солнца, радиально. То есть это плазма, вносимая Солнцем. Ну, я забыл сказать, но я думаю, что, может, это и не нужно в этой аудитории, что Солнце все состоит из плазмы. Это, так сказать, чистая плазма. Там ничего, кроме плазмы, нет. Просто плазма в разном состоянии и существенно в разном состоянии. Вот здесь вот есть такой разрез, это схематический разрез. Это не то, что результат наблюдения, просто некая, так сказать, схема. Потом я от нее вернусь. Который можно использовать для того, чтобы пояснить, что в самом центре самая высокая температура. Ну, она порядка 16 миллионов градусов. Потом температура и самая высокая плотность, самая высокая давление. И все эти три величины монотонно убывают к краю Солнца. Причем выделяют, вот, это примерно две трети, две трети вот радиусом, две трети этой сферы по радиусу. Это так называемое ядро Солнца, так сказать, собственно термоядерный котел. Здесь происходят такие реакции. И это источник энергии. Дальше эта энергия постепенно рассеивается в межпланетное пространство. Разные путя. Например, вот здесь, вообще говоря, есть не только, так сказать, вещество плазмное, но есть и излучение. Конечно, излучение при таких температурах, оно как раз невидимое, коротковолновое, рентгеновское излучение. Это, значит, скажем, фотон, представьте себе, который родился, излучился каким-то ионом, который не успел полностью ионизоваться при таких высоких температурах. Это, как правило, тяжелый элемент, естественно. Хотя они в небольшом количестве, но их достаточно, чтобы раздать фотон. Вот этот фотон выходит из центра до края, как бы вы думали, сколько потратив времени. Около миллиона лет. В то время, как свет, выйдя наружу, он доберется до Земли за 8 минут. Солнце по космическим масштабам просто рядом. Это, как говорят, ближайшая. Она нам, ближайшая звезда, она просто прямо, так сказать, с нами. На следующий надо уже мерить расстояние в световых годах или проседках. Вот последнюю часть вот этого, так сказать, арбуза составляет так называемая конвективная зона, где плазма, в общем, ведет себя, грубо говоря, похоже на то, как она ведет себя в чайнике, когда температура приближается к кипению. Некоторые потоки поднимаются, некоторые потоки опускаются. Там происходит такое перемешивание плазменных, уже более низкой температуры. А когда мы доходим до края, температура понижается до известной вам со школы, или нам всем со школы, примерно 6 тысяч градусов. Это температура вот края фотосферы. То есть вот самой фотосферы. Сама фотосфера – это практически черное тело. Там вещество находится в равновесии с излучением. Температура, как называется, излучение, температура вещества одна и та же. Она вот около 6 тысяч градусов, близко очень. Дальше, если мы пойдем по радиусу, уже по хромосфере, мы увидим некоторое понижение даже температуры. Как вообще мы могли бы ожидать, ну, скажем, по-новой здесь землей. Чем выше, тем холоднее такая барометрическая форма. Здесь это все начинается, доходит примерно до 4 тысяч градусов. А потом температура начинает расти вверх. И к концу хромосфера, она достигает примерно 10 тысяч градусов. Ну, примерно в два раза больше, чем фотосферы. А затем стремительно увеличивается до величины более миллиона градусов. Значит, ну, если вот мы еще могли говорить о размере фотосферы и размере хромосферы, о размере вот этого переходного, так и так называется, это термин, хромосферно-коронального слоя, мы о размерах даже не можем сказать, потому что никто его не видел, а теория практически их не предсказывает. Это тоже один из вопросов. Какой, собственно, может быть величины вот этот переходный слой? Более того, никто не может ответить на вопрос, а почему он существует? И на главный вопрос, почему корона такая горячая? Каким образом, вместо того, чтобы остывать, супротив термодинамики, у нас начинается разогрев? Кто ее греет? Ведь энергия-то идет снизу, либо, и были такие гипотезы, и пытались их как-то численно оправдать, что может быть, на самом деле, разогрев идет извне. Например, падают метеориты или какие-то еще дела. Но, надо сказать, такого типа объяснения, они возникли в самом начале, я бы сказал, такого инструментального, то есть по-настоящему научного количества и по существу исследования Солнца, как я сказал, начиная с Галилея. Ведь Галилея не только навел инструмент на Солнце, он еще и открыл этим инструментом солнечные пятна. Вот видно пятна. Вот здесь я покажу потом еще более крупную машину. Это пятно уже современными телескопами с высоким разрешением. Эти пятна были почти одновременно, но несколько все-таки позже, открыты одним иезуитом. Так вот интересно, что, ну, открыты они примерно одинаковые. Кстати, на будущий год будет 400 лет. Тоже юбилей вот этого события. И, в конце концов, даже не столь важно, кто открыл, но важно, какая интерпретация. Так вот, иезуит, он не мог интерпретировать это, как родимые пятна Солнца. Солнце, оно совершенно, оно, так сказать, божественное. Поэтому он предположил, что это некоторые другие космические тела, которые бросают тень на Солнце. О галереи держался как раз мнение того, что это есть вещь, присущая Солнцу. Ну, я уже, так сказать, назвал, раз я коснулся, так сказать, открытий, вот, открытий пятен. С тех пор фактически за пятнами следили с помощью вооруженной телескопами или трубами. И довольно много информации сохранилось о эволюции Солнца. Они датированы и так далее. Но, скажем, 11-летний, наверное, известный всем цикл Солнца, открыт был существенно позже. Не 400, а чуть более чем 150 лет назад, в начале 19-го века. 11-летний, потом выяснилось, что этот цикл, это полуцикл, и что, в общем, следует рассматривать. 22 года, и, кроме того, на Солнце еще совершается много периодических и квазипериодических процессов, втягивающих как все глобальное Солнце, так и существенные его части. И вот эта информация, она уже стала появляться и накапливаться бурно в конце 20-го века. И появилась она, ну, скажем, с открытием, так называемых, 5-минутных осцилляций Солнца. Оказывается, все Солнце, оно своего рода резонаторами, имеет собственную частоту 5 минут. Потом стали появляться другие частоты, соизмеримые и нет. С этими. И вот открытие вот этих вещей, это все в оптическом диапазоне. Оно дало начало новому виду астрономии. Гелиосейсмологии. С помощью этой информации о собственных частотах, ну, и других еще некоторых характеристик, связанных с поляризацией света и так далее, оказалось, можно загнуть внутрь. То есть вот это пример, это устройство внутри, оно известно, собственно говоря, из наблюдений. И уже достаточно подробно исследований. Я не скажу достаточно, но хорошо уже исследований. Все недостаточно, еще очень много исследований. Таким образом, есть уже разного типа астрономии Солнца. Вот есть гелиосейсмология, которая изучает внутренность солнечного шара. Есть нейтринная астрономия, которая тоже изучает, но только немножко из других позиций, вот с энергетической, изучает вот этот термоядерный котел. Ну, это уже совсем недавнее дело. В 2002 году была получена Нобелевская премия за результаты экспериментов. Есть оптическая, традиционная астрономия Солнца. И есть, наконец, внеатмосферная, которая исследует невидимое Солнце, рентгеновские и ультрафиолетовые лучи. Я тут не прокомментировал, но вот здесь есть еще целый ряд интересных картинок. Я ряд из них потом покажу, даже в виде движения, в виде кино. Но вот эта вот, очень известная вещь, эта конфигурация, она называется, это кусочек вспышки, он произошел в день, называется Бастилия. Потому что именно в этот день Парижане празднули. И это одно из самых крупных явлений вспышечных. Ну, значит, здесь есть тоже примеры, вот еще других вспышек. Ну, теперь я перейду уже к детализации этой информации. Да, я еще хотел остановиться вот на чем. Поскольку я начал с некоторых открытий, вот, значит, открыты были 5, 400 лет тому назад. Но потом Солнце оказалось источником еще целого ряда удивительных открытий. Ну, вы знаете, что гелий был обнаружен на Солнце. Потом чуть было не обнаружили еще один элемент. И уже были уверены, что он существует, поскольку были обнаружены целый ряд линей, очень достаточно ярких и вполне фактически достоверных, которые совершенно не укладывались в достаточно уже хорошо изученную спектроскопию в середину 20 века и не подходили ни к одному элементу таблицы Менделея. В 1942 году шведский спектроскопист, он убедительно показал, что эти линии принадлежат ионам, причем достаточно высокой кранности. Ионам железа, там, ферм-14, ферм-15, кальций-15, вот таким вот ионам, которые вообще, в принципе, эти ионы излучают, и видимые излучения, и линии этих ионов, они очень хорошо исследованы и называются корональными линиями. Но он показал, что вот эти ионы, где они существуют, и значит, следовательно, излучающая их плазма имеет высокую температуру. Он это показал как экспериментальный? Экспериментальный, как спектроскопист. Он доказал, показал, например, этот элемент, как, почему. Это была целая работа. Это 1942 год. Первые эксперименты внеатмосферные были начаты на трофейных ракетах, Фау-2. Сделали их американцы. Они попали к американцам, и они сделали, по крайней мере, я знаю, работы двух пусков, когда уже просто было измерено с помощью счетчика Гегера рентгеновское излучение от Солнца. Тогда возникла новая, террористическая проблема. А каким образом объяснить, когда начали рассчитывать по интенсивности линий, какой же должен быть так называемый индиционный баланс, это что такое? Это заряд ионов как функция температуры. Можно рисовать сюда температуру, а сюда концентрацию, относительно концентрацию ионов разной кратности. Это так называемый индиционный равновесие. Рассчитываемое в предположении такого, воистатического равновесия. И выяснилось, что большие расхождения. И тогда было сделано фактически открытие в атомной физике. Было выяснено, что есть процесс чисто атомного характера, так называемой рекомбинации. Рекомбинация состоит в том, что электрон захватывается ионом, а энергия уходит на излучение. Этот процесс был давно известен. Он называется излучательная рекомбинация. Однако его характеристика плавно зависит от энергии. А оказалось, что есть другой процесс рекомбинации, так называемая диэлектронная, с участием двух электронов, которая, ее характеристика, она не так плавно зависит. Она, наоборот, очень имеет характерный пик, как любая линия, спектральная линия. И вот этот процесс фактически был открыт. Было показано, что действительно вклад немал. Сразу хватаются два электрона. Процесс совершается следующим образом. Один электрон, теряя энергию, отдает ее другому электрону, связанному в ионе. Ион возбуждается, а электрон теряет энергию. Ион теряет ее настолько, что оказывается сам связанным. Поэтому происходит рекомбинация. Но это резонансный процесс. Энергия потери электрона, который столкнулся с тем, который был связанным, ушла точно на возбуждение. Никакой разницы нет. Правда, оба становятся возбужденными, возбужденными, но связанными. И им ничего не остается делать, как дальше релаксировать, то есть отдавать свою энергию путем постепенного излучения. Таким образом излучается, но уже линия. Вот результат, это и так называемый процесс электронной рекомендации, помог согласовать наблюдаемые и экспериментальные данные. Далее, с началом космической эры, вот начинается именно рентгеновская страна. Ну и, кстати говоря, чуть ранее, обратили радиотелескопы, когда начался поворот телескопа в космическое пространство, посмотрели и на Солнце, и увидели радиоизлучение. Поэтому есть еще и радиострона. То есть задействованы практически все основные участки электромагнитного излучения. А кроме того, с космических аппаратов измеряют и потоки частиц корпускулярных. Это заряженных частиц, таких как электроны, протоны, и тяжелых, только естественно, ион. Когда мы говорим о каких-то этапах в развитии солнечной астрономии, то удобно пользоваться естественным циклом самого Солнца. А этот цикл, как я уже сказал, он связан с пятнами на Солнце. Когда происходит максимум, вот один из максимум, тогда количество пятен увеличивается. Причем пятна группируются в основном около экватора Солнца. Ну, я, так сказать, пропускаю целую серию сведений, как бы рассчитываю, что, наверное, вы знаете, что Солнце вращается, что, так сказать, вот его вращение, оно составляет примерно, вот наш месяц чуть меньше, хотя, кстати говоря, разные части этого Солнца вращаются с разными скоростями. И это принципиальная вещь, но я два слова потом скажу, что из этого следует, но это так называемое дифференциальное вращение, которое есть существенная часть так называемого солнечного динамо. Это целое тоже заправление теории, весьма еще, ну, не то, что зачаточный, но далеко не окончательный сайт. Так вот, в максимуме солнечной активности пятна группируются, их становится больше, и они группируются около эквата. И тоже движутся еще в своеобразном области. А в годы минимума активности пятна, кстати, становятся очень мало, а вот в последний цикл, который тут еще не прорисован, который должен начаться был вот в этом году, уже в этом году, должно было быть подъем. Вот это минимум. Началом цикла что считаете? Минимум? Ну, я бы сказал, наверное, знаете, это на самом деле вопрос. Так же, как и вопрос, почему мы рассматриваем 22 года аммиадинс. Это связано с глобальным магнитным полем. Я чуть позже дойду на то, что я могу сказать. Вы сейчас это на минимум аммиадинс среднего цикла или нет? Мы вышли из минимума. Сегодня вышли из минимума. Мы вышли из минимума 23-го цикла. Только что, да? Да. Ну, вот мы должны были, Солнце должно было начать наращивать количество солнечных пятен уже вот в 2009 году. Вместо этого оно ничего этого не сделало. Вот минимум был глубже обычного. Все исчезло. Солнце стало как блин, просто ровное совершенно. Все пятна вообще, ну, я потом скажу, с чем связаны пятна, то есть фактически магнитная форма. Все исчезло. Там на Солнце есть не только пятна, там есть еще дыры. Черные дыры, так называемые. Солнечные дыры. То есть революция издали где-то в 2015. Ну, как тут связано с революцией, это вопрос сложный. Я вот, кстати, нет, я расскажу, может быть, если будет интересно потом несколько слов, о солнечно-земных связях и как они уже начинались и так далее. Но мы должны были сейчас резко наращивать, приближаясь к максимуму. Однако вот этого не произошло. Цикл этот необычный. А, кстати, почему 23-й цикл? Если вы 23, там, вы можете на 11, то вы увидите, что мы еще не дойдем, скажем, до Галилеи, то есть, так сказать, мир. А дело все в том, что был так называемый маундерский минимум. То есть было зафиксировано там более 50 лет, когда пропал вообще солнечный цикл. Солнце не имело активности. И многие предполагают, что, может быть, мы подошли к новому доходу. Кстати говоря, действительно, люди сопоставляют события на Солнце и вполне естественно, потому что циклы солнечные, они вполне могут как-то быть тем или другим образом связаны с циклами на Земле или с явлениями на Земле, циклически повторяющимися. Но вот как раз во время этого маундерского минимума было так называемое малое оледенение, похолодание. Это конец 16-го до 1724-го, кажется, года. И в это время, например, там летом шел снег, Москва-река замерзала. Лето. Ну, это очень сама по себе интересная тема, но, к сожалению, мы должны сейчас дыраться к русам. Теперь я должен сказать следующее, что вот здесь, вот эти палочки, нарисованы те приборы, которые были сделаны и запущены сотрудниками ФИАНО, группы «Видеонская астрономия». Значит, на самом деле, исследования начались сразу на втором спутнике Земли в 1958-м году. Уже стояла уже счетчик гиги. Ну, и аппаратура, она стремительно развивалась по своим, так сказать, возможностям. И очень скоро перешли к измерению не просто потоков, а к измерению спектров. Это сделалось с помощью ракет. Значит, ракета, она поднимается не на очень большую высоту, и можно сделать два раза измерение, пока она поднимается и пока там аппаратура спускается. Все это, так сказать, там подъем пять минут, спуск пять минут, на самом деле, там еще часть уходит на всякие технические нужды. Так что это довольно мало времени на все это, на весь эксперимент. Но вот уже, как вы видите, здесь появились первые спутники. Сперва это космос, это вот середина, это максимум как раз приходящийся на примерно конец 60-х, начало 70-х годов, а в 70-м и 72-м годах были запущены спутники интеркосмоса. Тут была целая серия 1-й, 4-й, 7-й, 11-й, 16-й. Но он интеркосмос, потому что на нем стояла аппаратура не только наша отечественная, но еще соцстрады, неманская, болгарская, польская, венгерская. Параллельно запускали ракеты. Длина линии ее цвет? Что-что? Длина линии что-то означает? Да нет, это просто так, чтобы можно было различить. Нет, она ничего не означает. Как вы видите, вот ракеты продолжали использоваться до середины 80-х годов. Тут началась перестройка, я не знаю, то ли ракеты кончились, или какие-то другие причины, деньги, короче говоря, вот на этом дело прекратилось. И планировалось запустить в 85-м году спутник, уже более мощный, на порядок, несущий больше аппаратуры по весу и по, естественно, возможностям, которые называются Королус. Ну, опять же, в связи с перестройкой тут условия так сложились, что он был запущен, но только в 2000, то есть, только в 1994-м году. Зато был запущен корабль межпланетный под названием «Фобос». Он был запущен в «Марсу», «Фобос» — это его спутник, и он был начинен огромным количеством очень сложной и интересной аппаратурой. Это был международный проект, его возглавлял тогда академик Сангеев, в то время директор ИКИ, и он разрешил поставить на этот корабль еще и солнечный телескоп. То есть, этот корабль летел по направлению к Марсу и смотрел назад по направлению к Солнцу. Мы решили воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы получить в рентгеновских лучах стереоизображение. Дело в том, что в это же самое время был на орбите американский спутник, так называемый станция орбитальная, Solar Maximum Mission, который производил измерения приблизительно очень похожие на те, которые были у нас в том же диапазоне, в том же рентгене и так далее. И поскольку корабль, отдаляясь от Земли, видит Солнце под другим углом, мы предполагали, что мы можем получить одновременно, нам нужно было только синхронизировать эти наблюдения, получить изображения, а потом их, значит, использовать для построения стереоскопии, для треангуляции. Нам удалось организовать так называемый Месяц Солнца, то есть договориться с американцем. Тогда не было ни имейла, ни интернета, мы это делали с помощью телетайпа, для каждого телефонного звонка требовалось по 10 разрешений. Так вот, это удалось сделать, что будут наблюдать не только мы с американцами, но еще будут все наземные станции и радиостанции. И будет полный приоритет один месяц. Он должен был начаться 1 сентября 1988 года. запущен он был 31 июля, что он уже пролетал месяц. Август это месяц отпусков. Все начальство уехало. Остались, кто остался, кто допустил ошибку, в результате которой информация, отправляемая на эту станцию, научная, налезла на штатную и спутник потерял ориентацию. Ну и воскресить его не удалось. Вот эта потеря, пропажа, исчезновение, а вообще говоря, это событие было, спутник пропал. Вы знаете, сперва холодок даже был, и были такие мысли. Знаете, ведь он уже довольно близко уже к Марсу. Кто там? Там всякое может быть, знаете, кто же никто не ходил в то время. Все вернулись, конечно, из отпусков и стали тщательно исследовать. Но можете представить, когда случился пропавка? Ровно первого сентября. То есть с началом этого месяца Солнца, который был международный, который мы организовали, он исчез. И Сергеев сказал, это наше космическое, это наш космический Чернобыль. Но потом полетел еще один Фовус, который долетел до Марса, но тоже с ним долго не смог работать, и на нем уже не было отношений с Акси. пропал фокус, да, так далее? Это пропал фокус. Один пропал, а второй, то есть, но у него кончились... Но скандал в президентской академии. Ну, скандал. Там было примерно 13 приборов, каждый из которых стоил немало денег, не говоря уже про запуск и все такое и прочее. И все приборы разных стран. Поэтому это серьезно, конечно, потом был запущен Коронос под литерой И, это И относится к Измирану, как к ведущей организации. Коронос Ф, Эферт и Трасфиан, это вот наш спутник, но он уже был запущен в 2001 году, это уже 21 век. И в этом году, 31 января, точно с интересными приключениями, мне время их рассказывали, был запущен третий Коронос, который называется Коронос Потом. Вот я большую часть результатов... Коронос это просто название, это аббревиатура. И я сейчас точно уже не помню все слова какие-то, но приблизительно они означают, что там Р это рентгеновская, К это от слова Корона, С это Солнце, там стоит корональный какие-то исследования Солнца. и он это был кстати говоря российско- еще украинский проект и он содержал более дюжины разных разного типа аппаратов нацеленных. Идея была такая, чтобы впервые он в этом смысле действительно был первым, это вся серия, впервые перекрыть весь электромагнитный диапазон. от самого жесткого рентгена, который жестче, чем один ангстрем, потому что с одного ангстрема, как я говорил и выше, виден линейчий спектр, а есть еще более жесткие, по-настоящему высокоэнергичные фотоны, меньше кэр, 10 кэр, 100 кэр и так далее, то, что получают ускорители. Вот были приборы, которые мерили корпускулярные фотоны. И весь диапазон, мягкий рентген, ультрафиолет, видимое излучение гирососмологии и входит радиолон, такие приборы все будут. Кроме последнего, последний уже миссия такая сконцентрирована на вспышках, поэтому не веще, а более жесткого излучения. Так, теперь давайте посмотрим. По слову я говорил сперва об оптическом излучении, я уже сказал, о пятнах. Вот это пример петна. Это уже современная фотография. И вот пятно представляет из себя вот такую тень, она так и называется, тень, и полутень. Простите, я не сказал еще одно, я ведь начал с различных, что Солнце является источником различных открытий. Сказал про пятно, я сказал про атомную физику, про то, что оно скорее отменило открытие, то есть это было не новый элемент, который может даже ими там находили, разные имена, как его назвать, коронии, там какие-то другие, но было еще одно фундаментальное открытие, которое положило начало не только фактически настоящей такой вот физике, астрофизике Солнца, но и вообще всей астрофизике. Дело касается открытия магнитного поля на Солнце. это было сделано вскоре после того, как был открыт Зейманом был открыт эффект расщепления и поляризации линий излучаемых атомами находящимися в магнитном поле. Это было сделано в конце 19 века и в скорости ну не скоро в начале 20 века удалось наблюдать этот эффект и именно вот в этих полях. я говорю это уже фундаментальное открытие. Потому что когда я сказал в начале что как вы знаете Солнце состоит из плазмы это только часть неизвестно так сказать какая большая или меньшая часть правды так сказать про Солнце и его структуру. Существенную часть составляет магнитное поле. Потому что по крайней мере когда дело касается верхних слоев и самой атмосферы короны и хомосферы оно все состоит не просто из плазмы а из магнита плазменных образований. Дело в том что космическая плазма в основном плотность ну меньше чем скажем плотность нашей атмосферы существенная порядка на 10 у нас скажем это составляет там 10 8 10 10 или даже менее 10 6 в кубическом сантиметре частиц. при такой низкой плотности и достаточно даже не очень сильных полях возникает эффект который называется в мороженности магнитных силовых линий в плазму он характеризуется параметром который называется бета есть отношение давления теплового вот обычного газового плазма как газа давление связанного с температурой и плотности или произведения вот это на магнитное давление которое связано с квадратом величины магнитного поля магнитного потока оно как правило много меньше единицы и при этом вот эти линии магнитного поля они следуют за движением плазмы плазма движется и движется магнитный поле поэтому это совместно это магнитоплазменное образование оно принципиально отличается от плазмы которая производится на земле свойства его очень сильно отличаются по описанию магнитно-гидродинамическим свойствам так вот открыто было поле сперва конечно сильное и самое сильное поле оно локальное оно проявляется именно в локальных образованиях конечно это не такие маленькие образования эти образования вот это вот развертан порядка может быть минуты угловой ну это примерно 50 тысяч километров но здесь поля достигают тысяч гаусс десятки килограмм не кто-то хотел образовать но вот эти вот видите такая структура это и есть структура магнитного поля вот эти линии вот эти вот эти это это есть видимые это есть плазма и поле и плазма делает линии поля плазма делает именно мы видим это благодаря тому что плазма излучает ну или поглощает излучает на самом деле темное потому что его температура меньше чем температура фотосферы поэтому фотосферное излучение поглощается это вот темная часть оно около 4000 но вот эти вот вот эта вся структура это структура магнитных полей а вот эти вот белые такие вот такая ячеечественная ячеечественная структура она похожа вот на эффект Бернара когда вы там тонкий слой воды наливаете на сковородку подогреваете они существуют вот эти вот ячеечки там всего там 8-8 минут и это вот такая интересная структура там происходит подъем и опускание солнечной плазмы вот я покажу другую дыру а это при каких плотностях значит я вот чуть позже прям дадам кривые как плотности зависят значит на самом деле вот эти образования они находятся фактически почти в фотосфере они чуть-чуть выходят в хромосфер и вот это как раз то место где плотность очень сильно изменяется потому что она в фотосфере более чем примерно на 10 порядков больше чем в короне а вся хромосфера 10 тысяч то есть я говорю она очень резко падает вот эта плотность и здесь еще высокая плотность ну вот эта фотография это кусочек это сделано уже с шведским телескопом который использовал все современные его достижения технологий которые позволяют ну все что только можно это наземные наблюдения и исключить там колебания какие-то атмосферы ну масса всяких достижений и здесь вот видны даже такие яркие точки видите вот и вообще вообще как-то вот в этой в этой черной в черном месте там еще остатки вот этих магнитных трубок магнитных линий вот другой пример который можно видеть в оптическом телескопе так называемый продуберанс вот эти вот вещи интересные такую структуру видите это магнитоплазменное образование это значит на самом деле вот такого типа вытянутые образования называют магнитным жгутом и это представляет из себя такой как бы веник или действительно вот тонких нитей магнита магнитные силовые линии да еще скрученных а тут еще перекрученный такой вот почти в узелок завязанный да но удивительно следующее что вот это вот этот продуберанец он находится в солнечной короне вот это уже корона где температура миллион градусов а светит он так же как светит фотосфера с температурой шесть тысяч градусов там находится плазма с температурой порядка там ну десяти тысяч градусов то есть в сто раз меньше температуры вот она лежит висит и может висеть месяц десятки часов но видимо эта плазма плотнее чем окружающая корона она примерно на два-три порядка плотнее чем окружающая корона вот плотность корона тут достигает от 10 восьмой до 10 в девятой ну здесь где-то 5 на 10 восьмой а внутри она почти на три порядка плотнее то есть там на три порядка плотнее и на те же там два-три порядка холоднее плазма как она может вот и месяцами она висит а дело в том что вот физика таких вот магнитоплазменных образований она очень конечно интересна и неожиданна сделать сделать такому вот продуберанцу какое-то очень резкое движение для этого должно быть основание должны быть какие-то силы откуда им взяться если он находится уже в таком стационарном квази-стационарном состоянии он конечно несколько там деформируется но почти себе подобен должна быть какая-то причина и вот какая причина это один из других пунктаментальных вопросов физики Солнца хотя модели определенные есть мы можем о них поговорить но тем не менее вот ясность почему и как это происходит нет далеко только совсем в последнее время появилась количественная модель вам интересно я могу что-то об этом сказать я вам покажу другие примеры продуберанцев вот например видите какая петля а есть еще маленькие продуберанцы некоторые живут может быть десятки часов и менее а вот еще совершенно в самой разнообразной форме если тут видно вам хорошо может быть свет чуть-чуть потому что я больше сейчас буду показывать спасибо на краба так сказать немножко похожий вот видите как наступили вот где-то так же предыдущие видите какой вот это причем видите вы видите еще целую серию разных образований вот вы видите тут какая-то замкнутая петля так называемая корональная петля а тут вот такая как трава растет ну вот понятие травы еще там а вот продуберанец еще один а вот еще один продуберанец травы вот еще нет такого а понятие мог уже есть просто он более мелкого размера и он находится в других лучах смотри сейчас если чуть назад то мы видите вот видим вот этот вот законченный продуберанец и вот эту вот ячейскую ячейскую структуру которая меняется вот еще один интересный интересного вида продуберанец а вот такой похож на выброс или на джет но здесь он приведен для того чтобы сравнить его с землей вот это размер земли так что вы можете себе представить масштаб этого явления а вещества вагнуть сколько всего ну ничего так труднее сказать вот если конечно плотность сейчас не меньше чем еще 4 земли и потом надо считать земля не знаю я бы не сравнил но я думаю что существенно больше все равно но во сколько сейчас сказать не могу конечно так дальше вот я хочу вам отвечать вот то что мы видим когда мы закрываем солнечный диск вот это солнечная коробка она из себя представляет такие шлемовидные образования каспы ну это английское слово и такие тонкие длинные нити ну конечно большую существенную часть закрыли у нас закрывает очень аккуратно ее размер угловой чудом совпадает практически очень близок к размеру солнца здесь видите вот размер солнца мы ехали далеко но зато я сейчас вам покажу еще одно такое явление которое теперь называется СМИ мы посмотрим дальше я сейчас хотя бы скажу потом посмотрим оба этих прибора они смотрят излучения излучения из космоса со спутника просто радиус сразу видите здесь более далекие расстояния так вот дело в том что практически люди видели корону только в период затмения которые достаточно редки и впервые сделали искусственную так сказать луну на Skylab это вот американская станция это середина 70-х году поскольку это была человек управляемая станция запустили людей в космос в космическом корабле они смогли это все там устроить аккуратно навести и посмотреть и они увидели что время от времени происходит гигантский выброс много больше самого радиуса и много больше солнца вот здесь видно его оставки я не могу показать динамики это очень красиво его они назвали транзиентом но транзиент это английское слово которое произошло от латинского латинский корень там глагол и что значит идти поэтому его латинское значение значит вот как у нас переходит это переходит в GORDON а войдя в английский оно немножко изменило свое значение раздвоилось кроме значения переходных еще и есть значение временных потому что то что переходит с одного состояния в другое оно значит динамически как-то развивается и затрачивают какое-то время, часто называемое временем жизни. Так вот, это временное, скорее, явление. Теперь под транзиентами называют практически все явления солнечной активности. Их десятки. Я могу потом, ну, часть я покажу, могу потом, так сказать, ну, хотя бы назвать ряд из них. А теперь это называется СМИ, то есть это аббревиатура по-английски, коронал массы джекшн, значит, выброс по-русски корональных масс. Значит, время от времени выбрасывается огромное количество самой плазмы вот в окружающую пространство. Ну, здесь вот я просто, здесь разрез, который показывает, что вот под фотосферой находится вот такое вот магнитное поле, за счет дифференциального вращения, на самом деле, вот это поле начинает наматываться, так сказать, вокруг этого диска, как вот шпулька, она сцепляет, наматывает, и за счет того, что разные слои, нередиональные, не ближе к полярным шапкам, они движутся по-разному, вот это поле становится из такого вот продольного, в такое поперечное. Гелиосисмология, она не только все Солнце исследует, его внутренности, но и отдельные вот места, вот, скажем, пятно, мы уже его видели, а под пятно более-менее сейчас известно, как есть, так сказать, продиагностирована сама эта плазма, путем наблюдения колебаний вот этого отдельного места, этого отдельного пятна, это локальные гелиосисмологии. То есть это срез поперек поверхности Солнца? Вот это, вот это практически как бы поверхность Солнца, вот это. Мы смотрим отсюда. А это уже как бы не обрессованность. Вот это вот, это внутри. Хорошее разрешение. Замечательно, конечно. Вот то, что я покажу, светский, или же шведский эксперимент, разрешение там порядка десятой секунды, даже лучше. Но десятые секунды, это уже 70 километров. А если лучше, это в десятки километров. Вот это разрешение получается вот по этим сейсмическим, да? Да, по колебаниям самой, вот, самой этой локальной, вот этой, вот этого локального пятна. А там, а там частоты, там, сейчас вот уже, вот, недавно обнаружены уже 8-8 часовые колебания. Помните, начались 5 минут, тут дошли уже 8-8 часовые колебания. Вот, где-то в 70-х годах, я хорошо очень помню, когда еще не было изображений, а были только спектры, по которым мы могли какие-то параметры определять солнечную атмосферу, температуру, плотность, ну, какие-то другие там, скажем, то, что называется, вот обилие элементов, то есть их относительно концентрации. Были представления о короне, как о спокойной короне, то есть, ну, такой, в общем, какой-то равномерно, однородный, однородно распределенного вещества. И вот была создана модель по наблюдениям спектральным. Вот сюда меняется высота, она начинается не от поверхности Солнца, видите, а от 100 примерно километров, то есть, вот тут чуть лиже есть фотосфера, но вы видите, как плотность резко, вот ее шкала плотности, ведь это порядки величины, падает. Тут есть какие-то разные плотности. Пропало. Давайте я туда. Здесь вот плотность, видите, порядки величины, а здесь температура тоже порядки величины. Вот плотность, это электронная плотность. А здесь еще кривая, про почти ее втекается. Ну, это нет, это просто, это как раз граница переходного слова. Это граница переходного слова. Вот, а электронная температура, как я говорил, с ума немножко падает, потом растет резко, вот это переходный слой, доходя до миллиона и более градусов. Ну, это все-таки средняя температура. Значит, вот дальше, взятая из книжки, совсем недавно изданная одному из авторитетных технических прочитаторов американцев. Вот у него вот так схематически показано. Представление 50-х годов. Спокойная атмосфера, совершенно ничего, там нет, одна плазма, и какие-то отдельные, может быть, случечки вот тут вот возникают. Местами непонятно, почему и так. Вот уже, скажем, 80-е годы, уже появилось магнитное поле. Оно открыто, имеется источник на самую поверхность Солнца и уходит межпланетное пространство. А вот уже с началом нового века все смешало, все перепуталось. Вот видите, поле магнитной конфигурации, они совершенно перекручены. Я вам покажу их, так сказать, вы увидите их глазами. Корона иногда сместилась, вниз, сместилась вниз, то есть горячо стало внизу, холодная плазма находится наверху, и вот какие-то конфигурации открыты, какие-то нет. Я вам хочу показать вот этот первый спектр, который был получен на первом спутнике интеркосмос нашей группы. Они совершили открытие, потому что они впервые увидели линии гионов железа, железо самый тяжелый из обильных элементов на Солнце, и это вот линии, которые соответствуют водороду и гелиоподобным ионам. То есть все электроны, все 26 электронов отторваны, осталось только, ну не больше, 24 и 25, отторваны осталось один или два. Если один, это водородоподобный, если два, гелиоподобный. Вот это вот линии гелиоподобного иона, причем вот эти вот W, Y, Z и X, это собственно гелия подобные. А вот эти вот линии почти такой же силы, так сказать, интенсивности. Это так называемые диэлектронные сателлиты. Это прямое наблюдение вот этой диэлектронной рекомбинации. Рекомбинация, которая поддерживает высокую температуру диэлектроник, она совершается путем излучения вот этих линий. И еще многих других, они называются сателлитами, потому что они сидят близко от линии гелиоподобных, хотя и изучаются витеподобные. Кроме того, впервые наблюдалось тогда вот такой переход, который очень запрещенный магнитоподрукольный переход или вот этот запрещенный линии. То есть они сделали целую серию открытий и впервые наблюдали. До конца 80-х годов были в основном спектроскопические, спектральные наблюдения. Осваивался весь спектральный диапазон. Вот сначала космическая эра, вот эти. Дальше были получены почти одновременно американцев и нами с помощью камеры-обскуры изображения Солнца. Но, конечно, они были еще очень плохого качества. Это было в середине 60-х годов. По-настоящему начали исследовать изображения, которые позволили увидеть структуру того, что происходит в коробке только с началом 90-х годов прошлого ряда. Этот скачок был заложен чисто технологически. Перешли к новому типу аппаратуры. В рентгеновских лучах рентгеновские лучи они не отражаются так, как практически под большим углом падения. Они только под очень маленькими углами скольжения могут отличаться. Для них очень трудно сделать по этому телескопу. Но придумали многослойные покрытия, их реализовали и фактически получили зеркала аналогичной оптики. А вначале могли только обскурить? А вначале могли только обскурить. Кроме того, совершенно новый детектор. Вот детекторы, за которые я получил вчера аналогичную премию по физике. Это вот так называемые CCD-матрицы или ПЗС-матрицы. Вот они тогда появились в 80-х годах и в 90-х, в начале 90-х их уже использовали. Даже в конце 80-х на ракете была сделана первая фотография американца, который использовал новые зеркала нормального падения, многослойные покрытия и вот эти ПЗС или CCD по-английски матрицы, которые дали возможность уже получить нормальное цифровое изображение. И вот один из физиков, солнечников, известный японский физик, назвал вот эти 90-е годы, ну и далее, может быть, вплоть до настоящего времени, золотым веком космической солнечной физики. Была запущена целая серия станций орбитальных. первая, первая на самом деле это был наш фобус. Успели же тогда получить все-таки за этот месяц фотографии. Они, конечно, не очень хорошего качества, но успели. И это было по существу первое долговременное наблюдение изображение солнца в ингредианские интерфолепные области. Следующий был вот спутник японский. Он сперва назывался Solar-A, они его потом переименовали Йоко, как это значит, значит, свет или в какой-то этом роде. Он просуществовал ровно 10 лет. Затем была запущена станция, которая существует до сих пор. Она была запущена в 1996 году, а на самом деле чуть раньше был запущен Coromus-I, он просто недолго просуществовал. Вот наш Coromus-I в 1994 году был запущен, но СОП существует до сих пор. Это международная станция, там останется конечно американской. Потом был запущен наш станция в 1996 году, вы просите, потом был запущен Trace, который летает тоже до сих пор, который получил рекордное разрешение, я постараюсь вам показать сейчас. И наконец была запущена станция вот Рехессия американская, которая дает изображение более жестких лучах, ну и целый ряд других. Вот что же не будет, но это все не работает. Это вот изображение, которое было получено японским спутником. Вы видите, оно уже отличается от оптического. Мы видим интересную структуру. Вот по разным годам, вот за 10 лет вот эти разные изображения. Вы видите, как меняется солнечным циклом эта структура, как она постепенно начинает исчезать. У меня сколько еще осталось времени? Мне 15-20, 20-20, 20-20, 20-20, 20-20, 20-20, 20-20, 20-20, 20-20, 20-20, Я хотел как раз сейчас показать разного рода фильмы, не знаю, получится или нет. Вот одно из достижений Йока, это вы видите, вот наблюдается явление, которое составляет третью фундаментальную проблему, в чем механизм, как образуются солнечные вспышки, каким образом выделяется энергия, как она накапливается, более-менее понятно, и более достоверное предположение, что она накапливается в магнитном поле, но как она накоплена в магнитном поле, в этих магнитных структурах, вдруг локально в одном месте выделяется. Вот они сумели получить временную такую развертку, вы видите вот снизу явление состоит в том, что сперва вот наверху видите, как бы рвется магнитная структура, делается открытая и закрытая, а потом всплывает снизу такая петля, всплывающая петля, вот она белая, и она имеет тоже косповидную структуру, в виде такой касты, структура. Вот внизу может быть более подробно приведены картинки вот этих вот представительных структов. Ну, третье, так сказать, достижение, это была теоретическая модель первая солнечной вспышки, хотя теория стала развиваться еще с 50-х годов, в нее вложили два известных американских теоретика плазмщика и группа возглавляемая Сыроватским, который не рано скончался, но вот он сделал фундаментальные работы тоже в области объяснения возможных механизмов. Ну, это были еще очень такие приблизительные схемы, сейчас они разработаны гораздо глубже, но тем не менее еще ответа на этот вопрос нет. Есть вот одна из моделей, она состоит в том, что на самом деле вот наверху, вот здесь происходит такое явление, которое называется магнитным пересоединением. Вот магнитное пересоединение это стало таким, ну, каким-то вот вселенским явлением, которое предполагается вообще характерно для всей космической плазмы. Оно состоит в том, я чуть позже покажу на простых схемах, в том, что если сближаются две магнитные структуры, у них может быть разное направление линий, и когда они пересекаются, то изменяется топология магнитного поля, они становятся направлены по-другому, и вот эта разная топология до и после соответствует разной энергии, и вот разность этой энергии выделяется очень быстро и локально, она выделяется таким образом, что сверху потоки плазмы и частицы вниз образуют ударную волну и рождают быстрые электроны, которые идут тоже вниз в более глубокие слои и действуют как лазеры, они вы видите цикла трейс, который получил самое большое порядка секунды разрешения, как развивается так называемая рентгеновская спочка, из рентгеновских лучах, вы видите сколько здесь самых разнообразных явлений, как меняется конфигурация поля, сколько они сложные, и тут еще происходят какие-то еще раз повторюсь, вы видите, фактически первое как взрыв, потом начинают развиваться, подниматься какие-то линии, развивается какая-то структура плазмы, а потом вдруг еще такое черное облако, каким-то образом откуда-то выброс какой-то массы, да, похоже вот на живность, а вот вспышка, которая, это разные этапы этой вспышки, которая имеет кольцевой характер, прямо на поверхности Солнца загорается вот такое кольцо, вот, и пробегает прямо по кольцу, как будто, так сказать, специально, так сказать, выложены по кольцу какие-то последовательно загорающиеся части, вот это что-то а вот еще пример интересного явления, которое получило название постспышечных арок, вот сперва произошла вспышка, а потом видите, вот такое очень странное возгорание, воспламенение, тоже с очень серьезным и сложным изменением конфигурации магнитного упора. Это реальный объявление или это это вопрос, это вопрос, который дискутируется, по-видимому, может быть и то и другое, то есть есть явление, когда кажется, что что-то движется, а на самом деле это последовательно загораются уже существующие магнитные структуры, а может быть это реально поднимаются магнитные а вот внизу стоит время 2 часа 59 минут 24 секунды это длительность? это данный момент вы видите, как меняются минуты это ускорено ну конечно нет, конечно не в реальном это сильно ускорено значит вообще вспышки занимают времени от минут до часов ну обычно такая средняя вспышка это там 10-20 минут а большая вспышка это там полтора часа это месяц развития мы затухаем то есть это такой достаточно медленный взрыв ну на самом деле у него есть импульсная фаза она занимает обычно несколько минут а на самом деле состоит из каких-то еще всплесков которые занимают десятки секунд то есть на самом деле времена вот реальные выделения энергии это десятки секунд а вот это достижение уже наших астроном вот с левой стороны вот этот синий фон это в ультрафиолетовом свечении вы видите такую структуру это плазма которая имеет температуру около миллиона градусов это вот корональная плазма а вот вот эти вот белые такие активные явления это плазма которая имеет температуру заведомо более пяти миллионов потом мы специально разработали различные средства чтобы измерить эту температуру но тут интересно видите развиваются вот такие самые разные по размеру и по временным масштабам явления вот это справа явление такое страшное это мы назвали пауком я вам покажу через час но самое интересное что оно сопровождается вот теперь вы видите выброс вот корональный выброс просто это вот здесь начинается запозданием поскольку начало процесса поверхности солнца требуется время чтобы пройти а на самом деле они заводились одновременно вот этот паук и вот этот выброс просто он проявился вот такие вот острые вещи это немножко артефактов но вот эта острая вспышка это настоящая вспышка но кроме вспышки ее называют еще импульсной вспышкой и вот эти достаточно долговременным явлением которое мы назвали пауком еще есть тут целая серия других вот таких мелких точек их называют яркими точками вот таких пульсирующих вещей это все разного рода явлений рекуррентные то есть повторные явления видите этот паук он так сказать то умирает то опять оживает вот вот мы сравнили вот мы сравнили здесь в один и тот же момент времени картинку снятую с телескопа на Йока и у нас вот дело в том что метод которым стали пользоваться вот в этот золотой век космической рентгеновской астрономии его называют методом спектральных изображений что это такое с одной стороны это дается изображение но в обычном телескопе обычно не следят за длинными волн это излучение очень такого произвольного спектрального состава а стали пытаться сделать с помощью фильтров выделить какой-то спектральный участок и тогда если у вас несколько спектров то вы разные спектральные участки выделяете то есть вы снимаете изображение но в разных лучах с разными длинными волн конечно это все-таки не отдельная линия а это участок и это сказывается вот здесь видно почему потому что вот наши астрономии они сделали вот это изображение в рентгеновской линии в одной мы умудрились это сделать чудом и вот видна разница вот что видно в одной линии а вот что видно в спектральном участке вот эта плазма которая светит в спектральном участке она имеет температуры от двух с половиной до двадцати миллионов а мы видим только выше пяти миллионов значит собственно более горячая плазма вот она где здесь она справа видна и вот здесь видно явление которое мы назвали пауком вот тут яркие точки видны и вот эти вот это петля это другой паук это другой паук да просто вот для этого тот который был перед этим он был позже когда уже закончилось существовать к сожалению йога но это тот же самый который можно разбедить его йога его можно разбедить но просто здесь много другой холодной плазмы а здесь только горячая вот если мы дальше посмотрим это вот то что в йоге видно видите вот то что я сказал паук в данном случае они немножко разные формы мы назвали пауком потому что первое явление очень похоже на паука было а это больше похоже на лампочку или чашку какой-то тлеющий разряд и несколько другого вот здесь есть просто сравнение вот видно что мы видим горячую по аналогии мы назвали монохроматически изображающуюся то есть в отдельной линии какую-то там петлю или мы видим вот этот паук вот сюда наложили на изображение йога а в йога она она есть но есть и многое другое но это вот другой пример вот это кстати паук который был впервые изображен есть более еще лучше контраст с его изображением вот здесь тоже можно его потом разглядеть но заранее увидеть что это отдельное явление соответствующее горячей плазме нет а на самом деле потом мы измерили температуру и оказалось что в пауке температура достигает те же 16 миллионов что и в ядрах солнца вот это первая фотография вот этот паук он действительно немножко похож на паука и мы решили дать ему такое назвать ну что же посмотрим какие работы это вот изображение солнца то что видно в ультрафиолетовых точках оно соответствует температуре около миллиона или полутора миллионов второй миллион вы видите какая сложная магнитная структура можно сравнить с той плазмой которая только что показывал которая выше пяти миллионов вот изменение на пять миллионов как оно меняет структуру некая зависимость от высоты сохраняется чем выше тем горячее поэтому вот эти слои которые к миллиону они ниже чем те которые горячие то есть вот когда я показывал зависимость от температуры а это вот-временная Временная зависимость рентгена меряется с помощью монитора уже не один десяток лет с помощью американского спутника, который меряет двух всего лишь широких диапазонах спектрального рентгеновского излучения как функцию времени, но зато всё время. И вот вы видите, мы отождествлить вот это длительное явление, долго живущее и повторяющееся с пауком, это был наш паук один из наших пауков. А вот эти вот резкие пики – это, как называемые, импульсные источники. Вот нам удалось в один момент времени вот этот паук сопоставить его с изображениями на другом космическом корабле, вот Рейсе я вам упоминал, и сделать ещё одну интересную вещь. Мы разложили излучение на три составляющих в разных температурных диапазонах. И вот излучение синее, соответствующее диапазону 10-16 миллионов градусов, по времени совпало с изображением, которое мерилось вот на этом американском спутнике. А он давал нам координаты. Это, на самом деле, находится вот здесь. Мы сумели, таким образом, привязать наше изображение. Ну, вот за счёт этой информации, которую мы получили, мы выяснили, что вот наши потоки от нашего паука, они очень близки, но иногда и расходятся с этим вот Гойсом, который является монитором, видите, вот очень хорошей корреляции. И мы на основании этого, во-первых, сумели это объяснить. Ну, объясняется это, в первую очередь, тем, что вот, смотрите, а зависимость от температуры, как должно зависеть то, что они меряют. Вот для Гойса это вот так зависит, просто монотонно растёт. А для магния это вот такой вот пик. И вот, используя вот эту информацию, а также то, что вот отношение линий, которые у Гойса дают вклад вот в это излучение, ко всему излучению, ведёт себя похоже на магнию. Вот, исходя из целого ряда таких факторов, нам удалось провести то, что называется, диагностику, то есть вот и разложить на разные спектральные составы, определенную температуру и так далее. И, кроме того, выяснить, что вот по-разному совершенно ведут себя компоненты, совсем, скажем, горячие вот эти вот силы, выбросы вспышки и выйти в паука. По времени они уступают тут хуже, а тут раньше. То есть, принципиально, разная динамика. Кроме того, на этом космическом спутнике был очень интересный пример изображающей спектроскопии. Солнце, а им удалось с помощью приборов Солнца сжать. Такие вот узкие, длинные огурцы. Но зато получить изображение Солнца в каждой линии. Если бы они этого не сделали, то получилось бы то, что вы получили на Skylab. Они получили изображение в каждой линии, но только они все перенакрылись. Поэтому очень красиво, но сделать никакой физической информации, а вы получите не удалось. А здесь, если я буду резать вот таким вот образом и собирать интенсивность в каждой линии, я получу спектр, который здесь приведет. А по спектру мы умеем проводить диагностики, то есть определяют параметры плазмы, физические параметры. Только спектральная информация позволяет, собственно, количественно ответить на вопрос о том, как, из чего состоит плазма и какая протенция. Вот здесь, кстати, видна вспышка. Во всех линиях, видите, тут вот такая дочка, значит здесь произошла вспышка. И это спектр именно вот этой вспышки. Ну, я сейчас тут перепрыгну через некоторые формулы, я ее тут уже устали. Просто скажу, что вот мы умеем определять такую величину, которая называется мерой эмиссии. На самом деле эта характеристика, она зависит и от плотности, и от температуры, но дает распределение вещества с температурой. Вот сюда меняется температура, сюда меняется распределение вещества. И мы видим в разных объектах активную область вспышка, или вот наш вот этот самый спайдер, то есть паук, максимумы приходятся на разные температуры. Иногда это максимумы, иногда это вот непрерывно распределённые. Вот здесь вот в логарифмах можно, то есть это 10 миллионов, а это 1 миллион. Вот это вот максимум, так называемый, спокойный корон, а это вот активные области, которые, как оказалось, и это было тоже открытие, их температура достигает 10 миллионов. Все думали, что вот здесь на трёх миллионах кончается тепло, что горячее. Ну это просто по сравнению теории с экспериментом у нас очень хорошее совпало. А это вот, на самом деле, некоторая модель. Модель, которая была, наверное, сделана для паука. Это вот распределение магнитных вот этих линий и ещё магнитное поле вот таким областем закончено. И оказалось, что эта модель даёт возможность получить вот такой бублик для горячей температуры и очень интересное распределение плотности, которое точно совпало с тем, что мы получили из диагностики. Ну и здесь ещё вот оказалось целый ряд средств интересных, физических. Мы вот с помощью наших моделей получили одни результаты для, скажем, температуры как функции времени и вот характеристики, которые называются меры эмиссий, характеризующие количество вещества в разных моделях. Ту, которую использовали до нас, и ту, которую мы использовали. То есть температура разница получается в два-три раза, совершенно разная. А вот это вот количество вещества более чем непорядное получается. То есть совершенно другая картина. Мы получили другую картину благодаря вот нашим данным. Только за счёт того, что есть монохроматическая изображающая скопия. И поэтому сумели продвинуться вперёд в понимании цивилизма. Вот ещё интересная вещь. Вот этот боязь, вот его картинка, видите, он даёт вот такое вот количество всяких импульсов вспышек. А с помощью вот этого изображения, которое я вам показывал вначале, удаётся найти их местоположение, локализовать. У нас есть несколько временных характеристик. И оказалось, что вот эти вспышки, они в основном относятся к третьему. Видите, вот они совпадают неплохо. Ну, за исключением вот это одно, вот это вот зелёное, которое вот здесь появляется. А вот эта вот жизнедеятельность, так сказать, она находится под порогом у этого боя. Он его просто не видит. То есть мы нашли под порогом вот такой андеграунд. Жизнь у Солнца под подпольем. Ну и это очень существенная тоже вещь. Великий шаг в сторону вот этой фундаментальной проблемы, от чего Солнце, такое корону Солнца, такое горячее. Вот видите, временами такая сильная вспышка произошла. А вот сейчас мы подойдём к вспышке вот в этой области. Она появится вот здесь. И вот она в боясе зафиксирована. А вот жизнедеятельность, вот эти социальных вещей, вот что-то появилось, все исчерло. Этого вообще боясь не видел. А по боясу до сих пор происходила классификация трензенских событий. Ну дальше тут у меня идёт целое некоторое объяснение, что такое вот магнитные пересоединения. Вот просто если магнитные линии, видите, вот они вот от одного источника вот таким образом, а от другого в противоположную сторону. Здесь они встречаются в этой точке. И вот видите, вот в этом месте наступает очень сложное явление, которое называется магнитное пересоединение. То есть эти линии потом должны вот так себя вести. Сверху вниз и потом вот так, то есть перестроиться. То есть одна половина синей стрелки к половине синей стрелки? Да-да-да, они пересоединятся. Они по-другому, вот магнитное поле получит другую конфигурацию. Вот видите там. И дальше показано, что вот то поле, которое было, после пересоединения оно исчезнет. А эта энергия будет выделена. И это вот идея вспышечная. А ее разработка, этим занимается уже не один с пятьдесятых лет и пока еще, в общем, далеки от финала. Есть что-то, совпадает что-то, нет. Но такого стандартного, уже принятого механизма нет. Тем более, что у вас вспышки, судя по всему, бывает очень разные. И источник вот этих самых пересоединения, он по своим характеристикам столь мал, что его увидеть невозможно. А то, что мы видим, это, как правило, уже последствия этого пересоединения. И может быть в другом месте. Так вот, на самом деле, что еще очень важно, было бы найти такие какие-то приметы или маркеры. И вот, вот это рентгеновское излучение, которое сперва, впервые это было получено японцами, а не жесткое излучение. Видите, вот вверху в короне вот их сточки. Они решили, что вот это и есть место пересоединения. А, видимо, ошибочно вот эта вот первая работа, которая заявила об этом, предположительно. А вот нами было показано, что вот эти вот источники, которые, вот вы уже видели, манахоматические изображающие, сопоставили их с пятнами. И оказалось, что они хорошо совпадают с пятнами, они вблизи пятен находятся. Только не всех пятен, не любых, а только таких, которые имеют сложную топологию. Это во-первых. А во-вторых, видно, что вот эти источники, которые мы видим, они находятся все время в одной и той же точке. То есть они связаны как бы с общим магнитным полем Солнца. Солнце вращается, и вместе с ними движутся вот эти источники. То есть они-то являются, вот эта вот горячая плазма, которую я показывал, является маркером. Далее мне не очень было понятно, каким образом вот эти источники существуют десятками часов. Нетрудно посчитать, что за счет теплопроводности, нагрева и окружения, они должны были существовать десятки минут. Но выяснилось, что они состоят из таких элементарных всплесков. Каждый из которых длится действительно 10-20 минут. Просто это много раз повторяющийся инкурентный процесс скорости. Или микроскорости. Вот выяснилось, что сильное поле, которое объединено здесь в квадрате, не дает вот этого вот рентгена, а дает как раз те, где существует сложная каталогия. Это сложная каталогия. Где больше двух-пять. Ну, здесь вот типический пример. Что если вот два пятна в разной поляности, то никакой присоединение не может. А если три, то уже можно. Это вот кассовая структура, которую мы тоже здесь наблюдали. Ну, здесь вот есть выводы о том, значит, что, по-видимому, вот эти вот рентгеновские открытые в группе квадратные вещи, они как раз свидетельствуют о тех местах, где и происходит запас выделения энергии. Ну, и последнее, я просто вам покажу. Спасибо за комментарии. Вот совсем последнее. Это вот с последнего кармуса. Здесь пространственное разрешение в пять раз лучше. И временное в десять раз лучше. Это только кусочек диска. Вот вы видите, как вдруг, значит, вот Солнце такое равномерное, но вдруг образовалась из того ни сего структура, которая, развиваясь, она продолжает еще развиваться. Вот это то, что происходит на Солнце сейчас. Это, видите, в апреле девятого года. Восьмого апреля. Можно еще раз вам сказать. Сперва видит трава только такая вот. Потом вдруг возникла петля. Ну, вдруг какое-то время, но так относительно долго. И стала эта петлевая система бурно развиваться. Вот достигнув таких сложных конфигураций. Почему? Как? Что это? Это вот замечательная задача. Кто хочет, пожалуйста, приходите. Мы дадим, и вы будете искать ответ на этот вопрос. Мы не знаем. А вот другая ситуация. Это вот видно в тех лучах, которые характеризуют миллионную плазму. Специально сделано это, ну вот как вращается Солнце, он тут ускоренно вращается. Вот смотрите. Выплывает уже, вот начинают образовываться активные области. Устойчивые области для таких оснований, таких петель. И вот даже наверху возникает такое образование, которое называется корональные дыры. Это место, где просто излучения мало. Поэтому оно обычно, что яркое, то белое. А черное, это когда излучения мало. Оно поэтому здесь выглядит таким темным. И оно находится на, обычно это полярные шапки. А вот в других лучах, это уже гораздо более низкая температура. Характерная делка продубиранца. Вот вы видите продубиранец. Посмотрите, какое... А еще много всяких других, вот такие, какие-то теплевидные выбросы. Еще, может быть, следует их исследовать и найти им какое-то новое имя. Потому что никто еще не наблюдал в ультрафиолетовых лучах вот так близко все вот эти вот явления. Они наблюдались только в видимом свете. А вот эти вещи, это просто новые, потому что такого прибора не было. Вы видите так? Вот такой продубиранец, который взрывается и вдруг куда-то улетает, называется взрывной продубиранец. Считается, что взрывной продубиранец, в принципе, является началом как вспышки, так и вот коронального выброса масс. Двух основных непознанных явлений, которые непонятно как связаны между собой. Иногда бывает одно, бывает другое, бывает вместе. Кто кого инициирует. Чувствуется, что это есть как бы две части какого-то сложного процесса, но далеко еще не поздно. Много накоплено. Много есть теоретически интересных уже моделей. Но все равно сценарий единого и механизма нет. А вот смотрите другого типа продубиранец. Он уже такой плоский. Он довольно долго устойчиво висит. Видите? Напоминаю краба. А потом вдруг он теряет устойчивость. А почему вдруг как-то пошло. И каким интересным образом вылетает в пространство. Вот еще пример такого взрывного продубиранца. Вот в этих ультрафиолетовых лучах на таком расстоянии не только я вам показывал, что наблюдают, во-первых, в оптике и существенно дальше, на радиус дальше. Что происходит в Солнце? Это первая динамика. Здесь еще почти рекордного разрешения. Получено совсем немного. Ну и вот это совсем удивительный результат. Вы видите? Вот такие прям у-образные какие-то магнитные структуры куда-то улетают. Такого вообще никто даже не видел и не слышал. А это совсем вот другой симметрии. Какие-то пляшущие продубиранцы. Я, наверное, исчерпал и ваше терпение и время. Спасибо вам большое за внимание. Всем пока. Спасибо. Поехали. Продолжение следует... 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 Ну, так сказать, если можно, они покупаются, они просто казула не организовываются. Ну, опять же, делается и за рубежом, естественно, там тоже слава. Это же, наверное, может быть. Но...